всем привет вы находитесь на канале про деньги рынке дмитрий шеф ну что ж мы сегодня интересный был день на московской бирже вот у нас с началом торговой недели после праздников все-таки объемы начали ходить на рынке им достаточно неплохие и индекс московской бирже постепенно у нас двигается по тому сценарию который я ранее описал порекомендовать одну крутую акцию от тиньков банка по кредитной карте тиньков платину и по новой акции достаточно крутые условия если вы потратите за месяц 5000 рублей то вам в рамках данной акции вернется кэшбэк в рублях обратно на карту 2000 рублей соответственно потратить 5000 рублей я думаю не составит никакой сложности в магазине и достаточно круто что вам вернется практически половина данной траты в рублях на карту у данной карты достаточно много преимуществ выпуск и доставка карты абсолютно бесплатно вам даже ехать за ней никуда не нужно также решение по выдаче карты по паспорту мгновенная кредитный лимит аж до 1 миллиона рублей перевод до 50000 рублей месяц на карты других банков без комиссии абсолютно но и чтобы воспользоваться данным крутым предложением которое действительно достойно проходите по ссылочке в описании под данным видео чтобы подать заявку и форме заявки вы во первых сможете выбрать уже новые дизайны посмотрите какие крутые дизайны у данных карт можно выбрать на свой вкус но и внизу в заявление вы будете видеть именно тот прикрепленный промокод который активируется при подаче данного заявления и вы автоматически будете участвовать в данной акции я думаю что 2000 никому не помешает и не будут лишними поэтому успевайте акция по времени ограничена ссылочка будет находиться под видео описание а также в первом закрепленном комментарии но а возвращаясь к индексу московской бирже сценарий у нас был такой то есть у нас здесь есть некое подобие обратного треугольника если мы очертим его грани вот таким вот образом то это все прекрасно очень прослеживается и я говорю о том что у нас в рамках данного обратного треугольника цены будут ходить вот таким вот образом проторговка от границы границ то есть обратно расторговка данного треугольника на расширение то есть бывает треугольник таким образом формируется когда у нас идет сжатие пружины а когда у нас обратный треугольник то здесь наоборот идет на расширение расторговка и соответственно нас идет по тому сценарию который я ранее полностью описывал и еще добавлю тот факт что у нас неоднократно уже такая ситуация была когда у нас открывались дивидендные гэпы на крупных наших компаниях то же самое лукойл то же самое сбербанк и после этого рынок наш продолжал расти дальше если мы с вами посмотрим на историю движения вот таких вот моментов то достаточно много примеров можно привести в эту пользу обратите внимание именно в такие моменты у нас рынок и начинал новую волну роста и в очередной раз мы убедились что дедят ноги полукойла у нас оказался началом новой ростовой волны сегодня по рынку достаточно много было интересных формации технических сигналов их несколько да я представим сегодня прописывал в рамках инвесторского закрытого клуба одним из сигналов был сигнал по компании в к обратите внимание как вы к сегодня отработал выход из нисходящего тренда вот все собственно говоря сегодняшний пост по в к при пробое буду покупать как писал ранее то есть ранее я это уже неоднократно прописал что здесь покупать либо докупать нужно при пробитии данной наклонной линии то есть здесь сегодня был торговый сигнал о чем собственно я писал но и многие подписчики моего закрытого инвесторского клуба кто воспользовался этим сигналом достаточно неплохо заработали в к сегодня отскочил после пробития данной наклонной линии давайте и очертим таким вот образом при пробое и отскочил он нас сегодня практически на 4 процента у меня позиция повыка есть я здесь не стал покупать потому что позиция у меня есть сформирована вот поэтому я пока его буду держать цели здесь на мой взгляд достаточно выше повыка я неоднократно писал в чем где собственно состоит идея идея она еще с осени у нас где по покупке акция зона то есть там у нас идет продвижение некоторые в этой сфере у нас через компанию прокладку так называемым потому что вы к напрямую не может покупать эту долю вот и собственно говоря это достаточно сильно переставит акции данной компании если эта сделка случится но в любом случае даже если эта сделка не случится то у нас ближайшее время отчет и это еще некоторых драйвер для роста данной компании к тому же компания очень много вкладывается их не средств в покупке различных это скажем эти компании расширяя свою инфраструктуру вот соответственно рано или поздно от этой всей инфраструктуры от этой от этих всех вложений пойдут пойдет отдача но и собственно говоря также в рамках опять же расконвертированных расписок то есть у нас продажи постепенно сойдут на нет да действительно в расписок было много меньше чем в тинькове но эти вот этот навес он по-прежнему давида и соответствии с этим у нас бумага находилась таком вниз нисходящем тренде в любом случае в этой бумаге есть определенная перспектива здесь стоит только подождать и сегодня была попытка слома данного нисходящего тренда что может являться некой частички заражить частичкой зарождения нового восходящего движения восходящего тренда восходящего канала так как сегодня была попытка пробоя и перелома данного нисходящего достаточно долгого нисходящего канала поэтому будем наблюдать но любом случае кто воспользовался сегодняшней ситуации на этом неплохо заработали но а кто-то докупил и лишь пополнил свою так скажем позицию правильной точкой докупа либо точкой входа а если вы хотите кстати читать мою аналитику читать вот такие вот технические сигналы все это я пишу своем закрытом инвесторском клубе подписаться на который можно по ссылочке в описании под данным видео через telegram bot ну и собственно говоря я здесь пишу различные технические формации уровни поддержки уровень сопротивления то что я покупаю сам различные такие технические сигналы которые вижу вот но и соответственно кто пользуется ими использует своей торговли на этом еще и неплохо зарабатывают также у нас сегодня была достаточно неплохая точка входа по фос агро на уровне 6506 примерно но и неплохо отскочил уже тут этого уровня поддержки а а здесь собственно сигнал я также прописывал в рамках инвесторского клуба где ставить правильно стоп здесь ну и потенциал роста здесь конечно же по сравнению с коротким стопом он весьма привлекательный вот это действительно интересная сделка когда стоп лосс достаточно там пол процента да а прибыль порядка четырех пяти процентов может быть вот это я считаю такая интересная сделка которая имеет минимальный риск но достаточно неплохую возможность получить прибыль вот сегодня тоже по фос агро все расписывал в рамках инвесторского клуба поэтому кому интересно также проходите читайте но и еще по моему по двум бумагам я расписывал технические сигналы сегодня но также достаточно интересные сигналы вот поэтому на рынке главное терпением дожидаться правильных точек входа в компании вот но и какие-то компании конечно же можно держать среди срочно вот докупать вот на какие-то можно использовать в рамках вот таких вот спекулятивных идей все ссылочки на соцсети находятся под видео описание опускайтесь под видео и собственно здесь первая ссылка так раз таки вступление в закрытый инвесторский клуб платная ну и соответственно на бесплатный телеграм-канал с новостной также здесь указана ссылка третья поэтому проходите подписывайтесь и читайте правильную аналитику ну и наконец-то закончился папе с яндексом ситуация да то есть у нас вышли новости где были краски пояснения касательно обмена тех расписок которые были куплены да на московской бирже либо в евроклире ну и те акции которые были куплены на московской бирже или спб бирже обмен будет происходить коэффициентом один к одному конечно же это очень приятно вот ну и соответственно акции на этом мы видели видим как взбодрились да даже несмотря на то что вот вчера на этой новости очень достаточно большие объемы были на фиксацию позиций те кто ранее сидел в этой акции но а акции которые приобретались за пределами московской бирже акции яндекс н.в. соответственно и были переведены в российские депозитарии до 7 сентября до 2 года включительно и учитывали с тех пор на одном счете депо не биржевой обмен с коэффициентом один к одному а вот акции которые приобретались за пределами московской бирже и спб бирже были и были переведены в российские депозитарии до 30 ноября включительно и учитывая с тех пор на одном счете депо не биржевой выкуп по цене будет 1251 то есть немножко конечно же не немножко а достаточно сильным дисконтом но в любом случае уже уже 10 июля торги акциям к пау яндекс на московской бирже уже начнут торговлю да то есть новая компания а 14 июня последний день торгов акциями яндекс в режиме основных торгов то есть что здесь важно понимать да действительно основное движение по этой компании отыграна на ожидании тех новостей которые мы с вами получили вот главная эта интрига была каким образом будет обменивать действительно один к одному либо с большим дисконтом но как мы видим акционеров не кинули и конечно же новая компания уже будет иметь новые перспективы соответственно с каким-то среднесрочным долгосрочным коэффициентом долгосрочным видом да на эти акции новые конечно же есть неплохая перспектива хотя вот сейчас спекулятивно основное движение в ожидании тех новостей которые мы получили уже отыграны поэтому здесь конечно же уже нужно смотреть новую компанию как более такой долгосрочные долгосрочные вложения на развитие новой компании потому что в принципе ситуация уже как мы видим разрешилась и разрешилась она в лучшую сторону поэтому спекулятивно мой взгляд здесь ловить уже ну собственно говоря нечего вчера нас несколько взбодрились акции газпрома мы видим да достаточно неплохой был зайден сюда зашел объем неплохой сегодня произошла коррекция и что здесь важно понимать то есть на этом обвале я акции покупал докупал вот хотя многие здесь продали в минуса но я говорил о том что у нас впереди в мае важные события которые могут спекулятивно собственно отыграть спекулянты в акциях данной компании во первых это конечно же поездка владимир владимировича путина в 15 числах в китай и мы видим от по новостям путин по приглашению сицепина посетит китай уже 16 17 мая здесь могут быть некоторые позитивные новости да там может обсуждаться и строительство силы сибири 2 и в целом увеличение объемов поставки наших энергоресурсов поэтому здесь наверно положительный момент не только для газпрома может быть новостной но и для остальных наших энергетических компаний которые поставляют собственно сырье поэтому здесь в 16-18 числа могут быть некоторые новостные так скажем новостные линейки до которые могут взбодрить наши бумаги энергетического сектора то скажем спекулятивно том числе и газпром но и по газпрому также будет совет директоров пока на котором я думаю что какие-то дивиденды все-таки рекомендуют по газпрому и любые дивиденды если даже их рекомендуют они конечно же будут повредить положительным фактором на котировки данной компании потому что сейчас рынок закладывает в принципе отсутствие дивидендов все напугались отчета газпрома дам по мсфо который туда заложил все списание то скажем своих активов потерянных вот но а по факту он если разобраться о очищенную до смотреть прибыль то конечно же на дивиденды принципе есть возможность для их выплаты но и газпром уже неоднократно говорил о том что они придерживаются дивидендной политики до дивиденды могут быть выплачены не 15 рублей как можно выплатить дан на с учетом того что долговая нагрузка превысила лимиты то могут заплатить там скажем рублей 8 да но опять же там указано что менее 15 процентов какую сумму заплатят и заплатят ли конечно же все зависит от рекомендации совета директоров поэтому есть еще события до которые могут спекулятивно взбодрить эту акцию пока что здесь еще не всего потеряно ну и мы если посмотрим с вами на газпром то он по-прежнему находится в том самом долгом боковике обратите внимание то есть низ нижняя точка ну и собственно и верхняя точка мы видим что от нижней к точке у нас также пошел опять отскок то есть здесь наверняка многие стояли шортах и вчера эти шорты всем по выносили собственно сработали стоп лоссы вот и бумага достаточно неплохо подскочила сейчас принципе она даже подскочила на следующий уровень у нас если мы сами обратим внимание на сто пятьдесят шесть поэтому есть большая доля вероятности на тех новостях которые ближайшее время будут снова от этого уровня можем увидеть отскок уже вверх скажем с к уровню примерно сто шестьдесят два сто шестьдесят три ну и конечно же нельзя не упомянуть о инфляции которая по-прежнему имеет свойство расти мы видим что достаточно негативно скажем достаточно негативная реакция индекса rgb и индекса длинных облигаций который обновила свои минимумы на чем это нам может говорить это нам может говорить о том что вот вышли недавно пояснение центрального банка и я ранее уже говорил об этом да перед заседанием последним которое у нас было под ключевой ставки о том что центральный банк как минимум оставит ставку на прежнем уровне как максимум может ее поднять до 17 процентов хотя экономической цельсообразности в этом нет и вышли пояснения о том что да действительно центральный банк рассматривал такой вариант и вот сейчас с учетом того что у нас инфляция годовом выражении по-прежнему имеет свойство расти то есть центральный банк уже закладывают ее порядка 7 7 7 7 7 процентов об этом собственно пост я в своем новостном бесплатном телеграм-канале размещала ранее обратите внимание когда годовая инфляция к 6 мая увеличилась до 7 и 8 процентов после 7 7 и недели ранее обратите внимание что годовая инфляция она по-прежнему у нас растет и вот здесь здесь мы посмотрим с вами на индекс rgbi то как раз таки рынок закладывает возможное повышение все-таки ключевой ставки то есть сейчас у нас по-прежнему на рынок давит с одной стороны высокая ключевая ставка мы видим что темпы критования даже льготные ипотеки идут сейчас на снижение и соответственно чем нам это говорит о том что по-прежнему остаются привлекательными стандартные безопасные инструменты такие как вклады накопительные счета фонды ликвидности и так далее и скорее всего денежно-средства на этих видах инструментов будут продолжать находиться и далее да потому что та риторика которая звучит центральный банк в пояснениях говорит нам о том что по-прежнему центральный банк будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики вплоть до четвертого квартала текущего года пока ситуация каким-то кардинальным образом не поменяется в сторону хотя бы замедление инфляции в годовом выражении поэтому вот глядя на реакцию индекс rgb есть некоторая вероятность того что на следующем заседании центральный банк все же может ключевую ставку поднять до 17 процентов вот поэтому по мере снижения индекса rgb и конечно же можно докупать те самые оффешки длинные фазешки вот и тот уровень от которого был неплохой отскок на котором я говорил да что уже можно рассматривать покупку of и за шаг частично то по мере снижения можно это продолжать в принципе делать да то есть рассматривать возможность покупки конечно же с целью отскока до когда центральный банк в принципе дает сейчас ориентирую на четвертый квартал начнется скажем понижение кучевой ставки тогда доходность длинных облигаций будет падать вот ну и соответственно индекс rgb и будет отскакивать пока что по мере снижения принципе можно портфель разбавлять длинными оффешками постепенно на снижение их докупая но мы видим что по мере опять же роста инфляции на фондовый рынок становится менее привлекательным то есть высокая денежная база давит на фондовый рынок если бы не девятный сезон который у нас сейчас начался то рынку было бы достаточно сложно расти в этих неблагоприятных для него условиях но и обратите внимание что у нас идет укрепление рубля ровно то о чем я говорю на этом канале достаточно уже давно не одну неделю говорю о том что у нас рубль может укрепиться вплоть до 90 рублей и сейчас кроме тех факторов которые я озвучил ранее появился еще один интересный фактор вот о котором мы только сейчас вами говорили это рост инфляции и возможно поднятие ключевой ставки центральным банком конечно же это у нас возможность в пользу укрепления национальной валюты по отношению к тому самому доллару то есть у нас еще один фактор появляется кроме тех озвученных ранее предыдущих видео не буду повторяться кому интересно посмотрите вот предыдущие видео соответственно у нас еще один фактор который говорит что центральный банк может поднять ключевую ставку это еще один фактор за укрепление национальной валюты рубля по отношению к тому самому доллару то есть у нас есть некоторые шансы что мы можем ходить к нижней границе данного боковика уровень 90 но собственно уже неплохие уровни для покупки доллара кому не интересны но а 90 будет еще привлекательнее если мы увидим снижение в принципе если мы обратим внимание то у нас сейчас валютная бара снижается в таком вот коррекционном канале и соответственно следующая волна снижения у нас как раз таки и может прийти на уровень 90 есть как яма 200 находится нижняя граница данного нисходящего канала далее сбербанк сегодня вышла отчетность по сбербанку и ранее я свой прогноз давал по нему что мы увидим 320 330 к отсечке и курами 320 мы практически по нему дошли уже сегодня почему идем и растем по сбербанку да все на самом деле просто я ранее уже говорил о том что нужно присматриваться к отчетности и положительная динамика в отчетности если мы опять же сравниваем аналогичные периоды в прошлого года то сбербанк в апреле получил 131 миллиард чистой прибыли по рсбу против 120 миллиардов годом ранее представьте себе да с учетом того что у нас сейчас денежная база высокая дорогая против той базы которая была в прошлом году в начале прошлого года даже в этих условиях банки умудряются получить такую шикарную прибыль сбербанк январе и апреле получил 495 миллиардов рублей чисто прибыли по рсбу против 470 миллиардов рублей годом ранее о чем это нам может говорить о том что динамика у сбербанка по чистой прибыли отличная и прибыль он может получить с учетом текущего 24 года больше даже чем в прошлом году об этом собственно герман оскарич греф говорил еще в начале текущего года но и помог декабре 23 года что банк заработает больше прибыли действительно его прогнозы начинают постепенно сбываться мы это можем с вами ведь по динамике той отчетности которые выходят поэтому сбербанк собственно так как идет и положительная динамика продолжает свой рост ну и давайте еще пару слов посмотрим с вами скажем о золоте то есть ранее я уже говорил да что у нас здесь был коррекционный флаг выход из этого коррекционного флага вверх обозначает нам тот факт что мы как минимум должны прийти к основанию данного флага но а как максимум можем отработать вот эту ножку флага перенеся ее на верхнюю часть данного графика вот таким вот так таким вот образом хотел сказать и утащил его куда-то вправо смотрите берем ножку флага отрисовываем коррекционный флаг мы видим выход из этого флага вверх как правило это означает продолжение движения данного и фигуры то есть в принципе берем вот эту ножку от последнего коррекционно-бокового движения вот эту часть и переносим ее вот сюда и что мы с вами видим а мы видим что примерно эта ножка у нас при переносе и верхнюю часть может при привести роскотировок на уровень 2 550 2 600 то есть фактически если эта фигура отработается то тех шартистов которые шартили еще начинали вот здесь вот здесь которых еще не от маржин колли не от маржин колли ли буду продолжать тащить еще и выше она и я приводил корреляцию сегодня да опять же в рамках телеграм-канала где я нахожусь в режиме онлайн что у нас идет корреляция золото с золотодобытчиками с тем же самым юга к обратите внимание если мы с вами откроем эту компанию то юга к сейчас достаточно точно повторяет движение котировок золото обратите внимание вот у нас компания юга к также был здесь флаг коррекционный выход пробой данной трендовой наклонной линии вот и откроем с вами опять же золото у нас вот такая же фигура да по золоту пробой наклонный и рост и аналогично по юга к пробой наклонной и рост поэтому если вы не хотите торговать самим золотом то его можно отыгрывать через наших золото добытчиков одним из перспективным одним из которых перспективным является краски юга к еще про при размещении на и пиво я об этом говорю что я бы присмотрелся этой компании если мы опять же рассматриваем сектор золото добытчиков эта компания у которой принципе закончился капекс большие капитальные вложения и пошла уже отдача скором времени даже компания может начать выплачивать дивиденды вот таким вот образом поэтому у нас в рамках 9 сезона даже с учетом того что денежная база база на заражает в принципе как-то вкладываться целиком фондовый рынок конечно же не стоит я об этом уже давно говорю да когда у нас ставка еще с начала года начала расти то есть большую часть капитала нужно держать как раз таки защитных активах ну или стабильных активах может сказать тогда в фондах ли видности вот и большое капитал он по-прежнему продолжает там находиться дан и на вкладах и на накопительных счетах и на то скорее фонде ликвидности вот но мали мало это с чем львиная доля какая-то находится на фондовом рынке но а приток капитала может конечно же прийти от реинвестирования дивидендов то есть это важный один из главных до толчков которые поддерживает наш рынок один из источников свежих денег новой ликвидности какая части будет возвращаться рынок конечно же сказать сложно но по факту конечно же мы видим что в преддверг дивидендово сезона начавшийся у нас к рынок рано или поздно будет продолжать расти на притоке новых новой ликвидности новых денег и по факту мы видим что отрабатывается фигура технического анализ достаточно достаточно хорошо ребят вот такой небольшой обзор пишите ваши комментарии что вы думаете по этому поводу подписывайтесь на канал вступайте все наши соцсети ссылочка находится под видео в описании но а я с вами прощаюсь всем удачи всем хорошего остатка дня но и до завтра пока пока